Природные парки и этнографические комплексы, музеи, памятники, архитектуры. В Чувашии есть что посмотреть. Чтобы расширить туристское пространство в правительстве республики, готовится специальная программа. Воплощать ее будут поэтапно. Решили начать с просветительских маршрутов для школьников. Они уже разработаны и будут представлены на межрегиональной туристической конференции «Живые уроки». Конференция состоится в Чебоксарах 17 и 18 марта. Чувашия – один из трех пилотных регионов, где начнут проводить живые уроки. Образовательные маршруты для школьников будут тесно связаны с учебной программой. Изучение многих ее разделов пройдет не в классах, а в музеях на улицах городов и сел на природе. О новом подходе к просвещению и воспитанию будут говорить на конференции. Два дня в республике будут работать специалисты 40 туристических агентов со всей России. Они проедут по отдельным маршрутам, чтобы понять, насколько интересно это будет детям. Мы, наконец, разработали и подготовили именно образовательные маршруты, которые также объединяют сегодня районы республики. И не только внутри, например, Марпасада. Понимаю, что туда приплывают пароходы, да, и туристы посещают только Марпасад. Но это экскурсионные маршруты для детей и с посещением Алатыря, и Новочебоксарская. В республике есть хорошие базы отдыха, оздоровительные центры, этнографические комплексы. Но они работают не в полную силу. Привлечение туристов со стороны даст толчок к развитию этих объектов. Санаторно-курортное лечение, оно, с одной стороны, у нас очень хорошо развито. Но мы прекрасно с вами осознаем, что количество граждан, которые приезжают к нам из других регионов, оно не во всех санаториях в достаточном количестве. И возможностей санаториев, конечно же, сегодня намного больше. И привлечь сюда вот на санаторно-курортное лечение из других регионов мы с вами вместе можем. В преддверии конференции по развитию экскурсионно-образовательного туризма руководители баз отдыха, санаториев, музеев обсуждали возможности войти в уже существующие российские маршруты. Это будет удобно и школьным группам. Они смогут посмотреть сразу несколько регионов. Такой подход будет интересен и взрослым путешественникам. Поэтому организаторы призывают участников встречи активнее встраиваться в туристическую инфраструктуру. Будет проведена пленарная часть, ну и также будет презентация в фойе Чувашского драмтеатра. Презентация как Чувашской республики, города Чебоксары. Ну и также мы вас приглашаем в этом поучаствовать. Презентовать либо свои туркомпании, презентовать свои базы отдыха, санатории. Ну все, что будет интересно тем игрокам, которые на этом рынке участвуют. Программа развития туриндустрии станет еще одним шагом в привлечении туристов в Чувашию. В своем послании к госсовету глава республики четко обозначил необходимость формирования соответствующей инфраструктуры. Сейчас в регионе создается туристический кластер «Этническая Чувашия». Работы по его созданию должны завершиться через 4 года к 550-летию Чебоксар. При этом Михаил Игнатьев поставил задачу создать в Чувашии такую инфраструктуру, что она могла выдержать наплыв сотен тысяч туристов. Дарина Игнатьева, Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.